Для любителей кашрута есть такое место прекрасное, Колоссянам 2.20. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Что все это и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Поэтому вот этот случай, о котором ты говоришь, он говорит в некотором пренебрежении или небрежении о насыщении плоти. «Сало не люблю, того не им». Это кошрут, это не кошрут, ты просто не любишь сало. Ты знаешь, Саша, а я не буду тебя переубеждать. Ты делай, ты пробуй, экспериментируй. Нет, вопрос не в свинине, вопрос-то не в свинине. Хорошо. Вопрос в кошруте. Кошрут – это образ жизни. Кошрут подразумевает не только еда. Это вообще моменты, связанные с отделением. Вы понимаете? Это вопрос, связанный с посвящением себя каким-то вещам. Ну, пожалуйста, если кто-то хочет. Послушайте. Ну, вот смотрите. Тогда, а даже сейчас, вы попробуете убедить ортодоксального иудея, что вы соблюдаете кошрут, он вас спросит, а вы, собственно говоря, ги-юр прошли, если вы не еврей, да? Ты скажете, я еврей, галахический и так далее, и так далее. То есть для начала тебе как минимум надо быть евреем, чтобы с тобой вообще разговаривали, да? А потом уже надо еще целый ряд историй. Целый ряд историй. А потом уже можно, то есть принести это как какой-то бонус, это непросто, потому что с этим, ну, это все равно, что купить себе черный костюм, отрастить пейсы, бороду, цицит нацепить, там, тфелин навязывать и быть не евреем. Очень крутой. Особенно в общественном транспорте. Есть разные евреи, есть разные не евреи, да. На самом деле, как говорят, борода не делает из козла раввина. Ну, то есть то, что у козла есть борода, не делает его раввином. Потому что козел есть козел, да, это животное. Можно сказать, что Кошелу все времена до Иисуса, и он как-то тоже помогал евреевскому народу, вот это неизвестно. Безусловно, смотрите. Так же, как и шаббат, так же, как и еврейские праздники, это все отделяло людей от других народов. Это было принципиальным моментом, который был важен. Помните, когда Даниил, например, и его друзья, они были в плену? Они упросили не есть пищи. Они упросили, чтобы им давали только овощи. Это почему? Потому что они хотели отличаться. Они хотели исполнять кашрут. И мы видим, что Бог благословил их за это. И мы видим, что Он заступился за них. Да? И дальше мы видим, какие истории были. То есть, Богу было угодно это поведение. Богу было угодно. Но обратно же, если мы говорим о том, что Богу нравится, когда мы не едим сало, то не в этом смысл. Смысл в том, что Богу нравится, когда мы отделяем себя от того, что является трефным. И этот кашрут, он должен проходить во все сферы нашей жизни. Чистое и нечистое, понятие чистого и нечистое должно касаться нас относительно нашего языка, относительно наших мыслей, поступков. На что смотрим, что читаем, как думаем, как поступаем. Это, я верю, кашрут, который угоден Господу с точки зрения Нового Завета. Слава Богу. Итак, поговорим о еврейском календаре. Тоже очень важный раздел, в котором мы попробуем с вами разобраться в основных понятиях. Прежде чем мы будем говорить о праздничных датах и траурных днях еврейского года, надо понять, как определяется дата этих дней. Завтра, я думаю, что мы посвятим день праздникам. Не только веселым, но также самым различным праздникам. И вам нужно в них тоже иметь общие хотя бы понятия. Мы празднуем праздники. Как самих вас, кстати, суккотом. Итак, о большинстве праздников в нашей традиции написано в Торе. Мы знаем, где указаны их даты, когда они начинаются. И по еврейскому календарю мы также можем узнавать из Торы. Еврейский народ живет по еврейскому календарю. Как это ни странно звучит. Вот у нас есть на стенке календарь. И вы видите, что там есть два календаря фактически. И название месяца разное. Это еврейский календарь, но также с указанием григорианских дат. Итак, еврейский календарь похож на другие, но он более сложный. Похож тем на другие календари, что еврейский год делится также на месяцы. И в году 12 или 13 месяцев. Или 13. Мы будем сейчас говорить. С календарями вы знаете, да? Кто немножко так вот интересовался временем. Не все так просто. Казалось бы. Месяцы содержат чуть больше 4 недель. 29 или 30 дней. Если у вас плохо с математикой, вы просто запишите для себя, чтобы содержать чуть больше 4 недель. 29 или 30 дней. Но вместе с тем у еврейского календаря есть свои особенности. Главная из них – его структура обусловлена требованиями Торы. В Торе есть два отрывка, определяющие, согласно традиции, структуру еврейского календаря. Оба они относятся к выходу еврейского народа из Египта. Два отрывка. Шмот 12.2 и дворим 16.1. Дворим 16.1. Первый отрывок. Этот месяц является для вас началом отсчета месяцев. Первым из месяцев года. То есть Тора говорит о том, какой месяц должен быть первым из года. И следующий. Храни месяц весенний, отмечая в нем, Песох имеется в виду, и так дальше, так как весеннем месяце вывел тебя Всевышний, Бог твой, из Египта. О чем говорят эти отрывки? Первый говорит об этом месяце, да? Поскольку речь идет о выходе евреев из Египта, то этот месяц это Ниссан, да? Так как день выхода из Египта это 15-е Ниссана. В Торе слово этот всегда должно указывать на нечто конкретное, физическое, наглядное. В данном случае на то, почему можно увидеть, что начинается новый месяц. И этот месяц, как мы можем увидеть, что месяц начинается? С появлением новой Луны. Да? Новолуния мы говорим. Второй отрывок говорит, что день выхода из Египта, 15-е Ниссана, всегда должен быть весной. Правильно? Книга Шмот, 13-4, также говорит, день выхода вашего из Египта в месяце весеннем. Другими словами, календарь должен быть устроен так, что месяц Ниссан всегда будет месяцем весенним. Логично? Подводим итог. Согласно указаниям Торы, еврейский год делится на месяцы, начинающиеся в Новолунии, при этом месяц Ниссан приходится на весну. Ну, логично? Логично. Делится на месяцы, начинающиеся в Новолунии, при этом месяц Ниссан приходится на весну. Ну, как бы сложно ли сделать такой календарь? Оказывается, сложно. В принципе, кажется, что не сложно, да, себе отсчитывай по новой Луне и вся радость. Но здесь сложно. Мы знаем, что кроме самого известного, общеевропейского или григорианского календаря, в мире существовали и существуют многие другие календари. Все они, так или иначе, построены на трех астрономических понятиях. Сутки, месяцы и годы. Сутки, месяц, год. Да? То есть эти три понятия присутствуют в любых календарях. Ну, сейчас разберемся. Сутки. Что такое сутки? Это оборот Земли вокруг собственной оси. Слово месяц в календаре связано, разумеется, с луной. Месяц, да, по-украински мы говорим. Или на английском moon и months. Слово месяц в календаре связано, разумеется, с луной. Ну, месяц. Да? Я бачу на небе месяц. Никогда не задумывались, почему так говорим. Да? Месяц. Это период вращения Луны вокруг Земли. Точнее, время от появления новой Луны до ее ухода. Когда Луна перестает быть видна невооруженным глазом с Земли. И год — это время оборота Земли вокруг Солнца. Вы должны понимать, что вопросы, связанные с календарем, — это важные вопросы. Потому что от того, когда будет, например, Йом-Кипур, есть заповедь, да? Прийти на Йом-Кипур в храм. А если ты не знаешь, когда Йом-Кипур, то ты не знаешь, когда прийти. Соответственно, ты не можешь исполнить, например, ту же заповедь о Песохе, да? 15-го Ниссана, пусть у вас будет там такое-то собрание. Ты можешь его пропустить. Такие нюансы. Это важно понимать. Итак, поскольку речь идет о трех разных процессах, все эти периоды в рамках одного календаря отсчитывать трудно. Было бы, конечно, проще, если бы в каждом месяце было, например, ровно 30 дней, в году ровно 12 месяцев. Просто, да? Почему не разделить? 30 дней, 12 месяцев и вся любовь. Но так не получится, потому что длительность года составляет приблизительно 365,242 суток. Это означает, что, произвольно установив, например, что год равен всегда 365 дням, через 800 лет, как мы можем посчитать, человечество обнаружит примерно следующую ошибку в 193 дня. Таким образом, первое января придется на лето, да? А школьные каникулы летние на зиму. То есть будет сдвиг. И месяц не сам, таким образом весной уже не будет. Ещё сложнее обстоит дело с месяцем. Его астрономическая продолжительность колеблется между 29 и 30 днями. И вообще, с точки зрения астрономии, вращение Луны вокруг Земли и освещение её Солнцем вообще достаточно сложный для вычисления процесс. И разные календари по-разному решают эту проблему. Обычно жертвуют либо астрономическим смыслом месяца, либо астрономическим смыслом года. Если речь идёт о трёх понятиях, мы говорили, да? Ну, например, принятые в Европе календари, как нынешний Григорианский, так и старый Юлианский, построенный на понятии год, примерно соответствующим астрономическому. А вот длина месяца в этом календаре, их начало практически не связаны с реальным лунным месяцем. Григорианский календарь не зациклен на лунном календаре. И только само слово месяц напоминает о происхождении этого понятия. Поэтому Григорианский календарь называется солнечным. Мусульманский календарь, хиджра, так называемый, наоборот, привязан к месяцам. Месяцы начинаются и заканчиваются в соответствии с движением Луны. Год же в мусульманском календаре слабо связан с его астрономическим смыслом. Год состоит из 12 месяцев, но его длина меньше солнечного. Поэтому начало такого года плавает по отношению к солнечному циклу и может выпадать и на лето, и на зиму, практически на любую дату европейского года. Поэтому такой календарь называется лунным. Еврейский календарь является лунно-солнечным. Я чувствую, вы в шоке. Зря вы так сказали, я тоже так подумал. Это называется обзор иудаизма, а не разбор иудаизма. Это означает, что в еврейском календаре начало месяцев совпадает с новолунием, но при этом длина года соответствует периоду обращения Земли вокруг Солнца. обращения Земли вокруг Солнца. В месяце 29 или 30 дней. В году 12 или 13 месяцев. Выбор между 29 и 30 сутками, 12 и 13 месяцами осуществляется по специальным правилам. Длина месяца и длина года в сутках в этом календаре переменные. Вы видите, да, что в прошлом году, например, Рошашана была в другое время. Но если мы учтем данные за много лет использования еврейского календаря и на основании этих данных посчитаем среднее значение длины месяца и длины года, окажется, что эти средние значения обладают удивительной астрономической точностью. Год в еврейском календаре, как правило, состоит из 12 месяцев. Год в еврейском календаре, как правило, состоит из 12 месяцев. Ну, то есть, например, Ниссан, он может выпадать примерно на март-апрель. Иярп выпадает на апрель-май и так далее. Тишерей выпадает на сентябрь-октябрь. Тишерей – это седьмой месяц. Хотя, есть несколько обозначений. Есть обозначение первого месяца, которое начинается с Ниссана, другая – с Тишерея. Вот сейчас был Рошашана, да? Глава года. И тут есть такой нюанс. Дело в том, что месяц Ниссан назван первым месяцем в приведенной высшей цитате из Торы. Помните, да? Это месяц, в котором дана заповедь отсчитывать начало месяцев, и поэтому он первый в нумерации месяцев. Однако, Новый год по еврейскому календарю начинается с месяца Тишерей. Поэтому, если считать месяцы от начала года, как это принято, например, в европейском календаре, по первый. Понимаете, да? Если считать от Ниссана, Тишерей – седьмой. Так, как вот в Торе написано. И отсчитывает Ниссана себе. Если считать так, как принято в Европе с Нового года, то Тишерей – это первый месяц. То есть Новый год – это первый месяц, да? Да. У них, если считать по Торе, то Новый год выпадает на седьмой месяц. То, что мы читали. Помните, да? То есть мы говорили, что Ниссан выпадает всегда на весну, и, согласно Торе, от него нужно считать месяцы. А Новый год выпадает на Тишерей. Вот вы посмотрите на календарик. Это седьмой месяц по счету. Также его можно считать и первым с точки зрения европейского мышления. По европейскому календарю он первый, да. Как Новый год, да? Держитесь. Если бы в каждом году было ровно 12 месяцев, каждый из которых содержит 29 или 30 дней, в году было бы от 348 до 360 дней. Но мы знаем, что реальная длина астрономического года несколько выше, да? 365 и 0,2 дня. Чтобы ликвидировать эту недостачу, еврейский календарь в некоторые определенные годы добавляет 13 месяц. Это надо для того, чтобы Ниссан всегда был весной. Мы же тоже добавляем в высокосный год, да? Такой год также называется высокосный. На иврите Шана-Ме-Уберет. Дополнительный же месяц называется Адар. Точно так же, как и обычный 12 месяц года. Чтобы отличить эти два месяца, их называют высокосный год соответственно. Адар-Алэф, то есть первый Адар, и Адар-Бет, то есть второй Адар. Первый Адар, второй Адар. Все нормально. Нет, сейчас мы посмотрим дальше. Какова точность календаря еврейского? Насколько он точный? Я не знаю. Поскольку календарь лунно-солнечный, надо проверить, какую среднюю длину месяца и какую среднюю длину года устанавливает календарь. Начнем с длины года. Сейчас я подумаю. Идем дальше. Хорошо. Сегодня каждый еврей желающий узнать, когда начинается новый месяц и когда отмечать праздники, может посмотреть в календарь. Понятно, да? Дата начала, длина месяца устанавливается по определенным правилам. Но мы понимаем, что так было не всегда. То есть сейчас все намного проще. До IV века начало месяца устанавливал Сангидрин, Верховный суд еврейских мудрецов. На Сангидрин, на Синедрион, в частности, была возложена функция установления дат по еврейскому календарю. Точнее, это было две функции. Определить, содержит ли текущий месяц 29 или 30 дней. И содержит ли этот год 12 или 13 месяцев. Собиралось специальное заседание Синедриона, когда должны были прийти два или больше свидетеля, увидевшие новую луну. И если проверка в Синедрионе устанавливала, что свидетели действительно видели новолуние, то провозглашали месяц освещен. И этот день был первым днем нового месяца. То есть в конце каждого месяца они определяли, сегодня 29 или 30. Если луна появлялась 29, так сказать, числа, мы говорили, месяц закончен, начался новый месяц. И вот так они двигались. Раз в месяц они собирались специально для того, чтобы, ну, поймите, что сейчас все просто. Составил программу, она тебе все посчитала. И ты даже не заморачиваешься. Есть календарь, там можно посмотреть, во сколько можно свечи зажигать, там, через 50 лет. Или там, когда будет Песох, через 50 лет. Тогда же такого не было. Целая история. Особенно если учитывать, что их знания о том, как устроен мир, они были сильно ограничены. Очень сильно. То есть никто же не предполагал, что Земля круглая. На секундочку. Итак. Это даже не эмрит. С какого момента нумеруются еврейские года? Вы видите, у нас сейчас идет 5771 год. Традиция принимает за основу шестой день творения мира, когда был создан человек. Точнее, отчет начинается после этого дня творения. Поскольку мы точно не знаем, что с астрономической точкой зрения представляли эти первые 6 дней. Согласно традиции, это произошло первого Тишрея в 3760 году до нашей эры. все началось, да. И этот год является первым годом по еврейскому летоисчислению. Интересно, что при указании года, как правило, не обозначается число тысяч лет, если понятно, о каком тысячелетии идет речь. Ну, например, государство Израиль появилось в 48-м году. Ну, не говорится там в 5000 и таком-то там году. Да? Идем дальше. Идем дальше. Мы привыкли к тому, что сутки начинаются и кончаются, когда часы показывают 24.00, то есть полночь. Да? Это наше представление о сутках. В каждом месте можно установить полночь приблизительно на основании астрономических наблюдений или связать с такими понятиями, как часовые пояса или меридианы. В любом случае, сутки, принято считать, что сутки начинаются в полночь. Как определяются сутки, начало суток в еврейском календаре? Мы смотрим обратно же в Берешит. Первая глава, восьмой стих. Был вечер, и затем было утро, один день. Это пятый стих. Потом был вечер, и затем утро, второй день, восьмой стих и так далее. Отсюда традиция делает вывод, что еврейские сутки начинаются не с утра, а с вечера. В соответствии с этим все праздники начинают праздновать вечером и продолжают на следующий день с утра до следующего вечера. А и здесь встает вопрос, когда начинается вечер. Здесь есть разделение мудрецов. Некоторые говорили с заходом солнца, но другие возражались с момента выхода первых трех звезд на небе. В отличие от года или месяца, неделя не связана с астрономическими процессами. Понятие неделя имеет совершенно другое происхождение. Оно связано с семидневным рабочим циклом отдыха и труда. Будем разбирать субботу, говорить об этом. Еврейская неделя начинается после субботы, то есть в воскресенье. Интересно, что так это принято и в большинстве западных стран. То есть американский календарь начинается с воскресенья. Поэтому остальные, кроме субботы, шесть дней, недели, нумеруются, как это принято в еврейской традиции, первыми буквами еврейского алфавита. Йом-Алев, Йом-Бет, Йом и так далее. День первый, день второй, день пятый. Мы говорим пятница, да, там говорят, в пятом дне недели мы с тобой встретимся и поговорим. В среднем году примерно 52-53 недели. Тора также разбита на 53 главы. В соответствии с традицией эти главы называются недельными главами. Иногда сами недели называются по названиям глав Торы. То есть у нас неделя, например, Ки-Ти-Це. Ну, название главы Торы Ки-Ти-Це или Лех-Леха. Да? Этому неделю у нас называется Лех-Леха. Да, сделаем небольшой как бы вывод. Итог. Еврейский календарь основан на Торе, а не на поставлении того или иного правителя или правительства. Еврейский календарь является не солнечным и не лунным, а лунно-солнечным. Начало месяцев совпадает с новолунием, но при этом длина года соответствует периоду обращения Земли вокруг Солнца. Не знаю, поняли это? Держитесь. Что вам прочитать? Еврейский календарь является не солнечным и не лунным, а лунно-солнечным. Начало месяцев совпадает с новолунием, но при этом длина года соответствует периоду обращения Земли вокруг Солнца. с новолунием. Это просто вывод, да. Но при этом длина года соответствует периоду обращения Земли вокруг Солнца. Число месяцев в году может меняться. Да. Месяц? Добавляется просто еще один месяц. Да, 29-30 дней. И также в еврейском календаре сутки начинаются не с утра, а с вечера. И на этом мы скажем Аминь. Пусть вас Бог благословляет. Субтитры создавал DimaTorzok